Шалом. Благословляй всем. Благословение. Господь един, Господь святой и Он живет в неприступном свете. Чтобы его достичь, нужно очистить сердце через покаяние. Потому что наши уста это то, что дано Богом для славословия. Ибо в славословии народа живет Господь. Открывайте уста и читайте молитву. Царство Божие на земле и я ведома Богу. Исайя, 60 глава. Восстань, «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою». Ибо вот чма покроет землю, и мрак народы. А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Драмадеры из Мадьяма и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвесят славу Господа». Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны навиовские послужат тебе, зайдут на овтарь мой жертвою благоугодную, и я прославлю дом славы моей. «Кто это летят, как облака и как голуби голубятным своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы перевезти сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражала тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверстия в рта твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые, не захотя служить тебя, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придёт к тебе, кипарис и пепк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю тебя, и я прославлю тебя моих. Идут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назову тебя городом Господа Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не приходил через тебя, я соделаю тебя величие и мгновеки радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народа, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камня – железо, и поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим. Правду! Не слышно будет более насилия в земле твоей, а постушения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твоей славы. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славы твоей. Не задет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетвания твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ «Я, Господь, ускорю совершить это в своё время». Вот предыдущая проповедь. Я говорила о Небесном Иерусалиме. А это 60-я глава Исаии. И Бог нас побуждает искать Его Царство и строить Его здесь, на земле. Как бы там ни было, как бы мы ни видели, что всё сложно, но Бог строит Царство на земле. Это делается не один день, конечно же, но мы живем верой. И я говорила уже о законах, которые нужно принимать. И я уже предлагаю в Верховной Раде там не ремонты делать и для отдыха депутатов благоустраивать всё, а сделать для бомжей приют в Верховной Раде. Понимаете? И тогда будет чётко видна ситуация в стране. И будут законы приниматься во благо людей. Понимаете? То есть, чтобы строить справедливость, нужно, чтобы весы показывали равенство. То есть, получается, если у нас есть нищий народ, то он должен быть рядом с теми, которые избраны народом для того, чтобы строить справедливость. Вот. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолслужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнём и серую – это смерть рая. К сожалению, жизнь так устроена, что Бог даже говорит, что целое царство погибнет. Целые народы, которые не служат Богу, будут встеблены. Такова участь. Такова участь безбожников. Такова участь убийц. Такова участь тех, кто не живёт правдой, вечности. Это наши уста. Это то, чем мы должны наполняться. То есть, если вы боитесь Бога, если вы хотите жить вечно, благовествуйте, служите Богу истине. А истина одна. Иисус Христос был распят и воскрес для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Он был распят, будучи в теле, и воскрес в теле, и жизнь вечная в теле. Написано, что дух, душа и тело были спасены в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И если люди учат вас, что Господь спасает дух и душу, то это неправда. Это то, что противоречит Библии. И когда люди говорят, что будет спасена душа и дух, то это настолько смешное выражение. Потому что, что значит душа и дух? Как это может быть? Как вы видите? Это душа и дух. Вы понимаете, что душа – это всё от рождения. Ребёнок родился, это как чистый дух. Когда мы прожили жизнь, наполнится наша душа, наша память. Это то, чем мы живём. Это наши воспоминания. Это наше сердце, которое принадлежит нашим родным, близким. Это всё душа. Дух – это эмоции. Дух – это то подсознание, которое мы выражаем. Понимаете? И его тоже нужно лечить, этот дух. Чтобы человек был, не была поражена его воля. Чтобы страхи не поражали эту душу. Вот. И когда Господь зовёт вас, если у вас есть мысль послужить Богу. Послужить Богу – это прочитать молитву. Послушать проповедь. Послушать какую-то истину. То не отвергайте Бога. Не отворачивайтесь. Ибо это большое зло. Каждый день ищите его. Истинно. Потому что, если вы не служите Богу, вы – идолопоклонники. А быть идолопоклонником – это большое проклятие. Потому что написано, что люди ели пили, а потом сели играть. Понимаете? То есть, получается, жили свою жизнь, творили беззаконие. И вот в данный момент, в данный день человек прожил жизнь. Развлекался. Наполнялся всякой ересью, всякими грешными мыслями. А потом сел играть. Ну, допустим, те же игры. А Бога не ищет. Отвлекитесь от того, что вас затягивает. Да, оно затягивает. Это болото. Послужите Богу. Помогите своим родным, которые ходатайствуют за вас. Потому что это сложно. Молитва – это очень сложно. Это духовная война. Помогите. Будьте благословенны. Были. Ага Ага